Есть такой термин в психологии и психотерапии, как депозитные дети. Когда родитель навязывает ребёнку вот это «я ради тебя», «я же для тебя стараюсь», «я же для тебя столько всего делаю», «а ты?» И ребёнок из чувства вины отказывается от своей жизни и пытается сделать так, чтобы было хорошо маме. Это такой феномен отношений, когда нарушаются личные границы. Очень распространена эта проблема, она вообще свойственна 98% взрослого населения. Понять, что есть созависимость у родителей с детьми, можно по одному простому слову. Когда, например, звонит мама записывать ребёнка на консультацию, она говорит «мы», «у нас». То есть вот это местоимение «мы» 100% говорит о том, что у мамы с ребёнком есть созависимость. Это всё же чаще всего проявляется именно у мамы с ребёнком. К чему это приводит? То есть ребёнок, он не живёт своей жизнью, и родитель не живёт своей жизнью. Родитель всё своё внимание, всю свою жизнь, всё переключает на ребёнка. У родителя к ребёнку завышенные требования, и ребёнок постоянно вынужден соответствовать неким родительским ожиданиям. Вот эта созависимость, она на самом деле основана на том, что родитель сам не может иметь опору на самого себя и хочет очень много ресурсов получать от ребёнка. Вот эти созависимые отношения, они воспитывают у ребёнка чувство вины. То есть ты не послушался, ты не сделал так, как хотят родители, ты не выполнил их ожидания, ты, соответственно, виноват. Очень часто в созависимых отношениях родитель, он как бы компенсирует то, что ему не удалось сделать в жизни. То есть я не стала балериной, ты будешь. У меня не получилось стать футболистом, ты будешь. Тогда детей записывают на секции, на которые они на самом деле не хотят ходить. Те таланты, которые у человека есть, у ребёнка, они не развиваются, а направляются все усилия, время и финансовые возможности на то, что нравится родителям. Соответственно, ребёнок не живёт своей жизнью. Это чревато тем, что во взрослой жизни он так и не научится опираться на самого себя. И даже будучи взрослым, он будет всё равно испытывать некое чувство вины перед родителями, что он чего-то не сделал. И когда он будет принимать какие-то решения, у него всё время будет оглядка назад, а что бы мама сказала, а как бы папа это оценил.